Привет, дорогие друзья! Меня зовут Настя, это канал Андрей Соль. Я рада вас приветствовать в новой рубрике, которая возникла совершенно импровизационно и называется она Парфюмерные посиделки. Я надеюсь, что у вас уже налито что-то приятное в бокале. Если нет, то скорее исправьте эту ситуацию, ведь сегодня разговор у нас будет интересный. Я вам расскажу сегодня о новом бренде, с которым я познакомилась недавно в Москве. Называется он Аномалия. Также я расскажу о своих летних новинках, что я приобрела в формате отливантов на это лето, находясь опять же в Москве. В общем, видео будет парфюмерное, атмосферное, уютное, самое что на есть посиделочное, так что скорее, скорее запасайтесь чем-то приятным в бокале. Поехали! Итак, предлагаю начать сразу быстренько с отливантов, которые я приобрела в этом месяце на лето. Ничего нового здесь я вам, конечно, не покажу. Как я уже говорила в предыдущих своих видео, в своем телеграм-канале Андре Соль, я не спешу сейчас покупать какие-то новые флаконы, потому что я сейчас достаточно мобильный человек. Я часто путешествую, часто переезжаю, и как бы иметь большую коллекцию флаконов мне сейчас уже просто непозволительная роскошь. Поэтому, находясь в Москве, мы вместе с моей подружкой заказали себе отливантов на духе РФ для того, чтобы, в общем, с нами было то самое дорогое, что мы любим. Я заказала Монталь Дикие Груши, 10 мл моего прекрасного грушевого эликсира на лето. Я обожаю этот аромат у Монталь, я вообще его считаю одним из самых лучших вообще их творений. Он невероятно универсален, он невероятно летний. Я его люблю именно вот в отпускное какое-то время, даже если я не в отпуске, когда жара. Сейчас в Сербии уже достаточно тепло. Для меня Дикие Груши от Монталь всегда будут ароматом, ассоциацией отпуска в Румынии в 2017, кажется, или в 2016 году, когда я уезжала и брала с собой целый флакон. И половину этого флакона я оставила там, в Румынии, в отпуске, на море. И это просто потрясающее творение. Я знаю, что многие почему-то не любят его. Я его очень люблю. На горячей коже это то, что нужно, дорогие мои теплокожные красавицы. Это то, что нужно. Возможно, холодная кожа все-таки не до конца раскрывает тот самый вот восточный мускус, казалось бы, в французском бренде, да? Но все равно их направление, ароматов Монталь или Мольцера, оно такое, оно более восточное, с их уже таким достаточно узнаваемым мускусом. Поэтому Дикие Груши потрясающе раскрываются именно на горячей коже в жару. Это один из самых моих комплементарных ароматов вообще ever. Очень часто я получала комплименты на него от таксистов в Москве. И какая бокара, флер, наркотик и всевозможные другие какие-то такие любимые, известные ароматы не собирали столько лайков, сколько вот Дикие Груши от Монталь. Потрясающие газировочные дюшесовые водянистые мускусные груши, изумительное раскрытие, изумительный шлейф. Просто одно блаженство в этом аромате находиться. Поэтому, конечно же, я, находясь в Москве, воспользовалась возможностью заказать от Левант и сделала это. Следующий аромат Haltat Night от Atar Collection, на мой взгляд, это лучший аромат у бренда. Правда, я подтестила практически все, ну женские точно все, мужские, возможно, не все. Но, правда, я долгое время считала, что мне очень нравится Crystal Love for Her. Но вот сейчас я, кстати, нахожусь в нем. В нем у меня завалялся от Левантик, и, в общем, я его добрызгиваю, потому что, ну, совершенно не моя история, совершенно не та ваниль, которую я когда-то услышала в от Леванти 5 мл, в которую влюбилась. Все-таки нет, в прошествии времени я слышу в нем какие-то лакокрасочные изделия, которые меня немножко смущают. И, собственно, вот эту вот мою какую-то вдохновенческую, какую-то симпатию, собственно, стирают практически до нулей. А вот Haltat Night, это, конечно, классно. Ну, во-первых, я не буду лукавить. Я люблю вишню в парфюмерии. И там из последних моих разбитых ароматов, это Divine Vanilla от Essentials Parfums, обожаю эту вишню. Эту нетипичную, небанальную, немножко ладаную, немножко ванильную, такую очень теплую, очень манкую вишню. К сожалению, я разбила от Левант. Точнее, не от Левант, а от Travel Flacon. Поэтому вот мне нравятся, с одной стороны, вот эти чехольчики у духи РФ, потому что вероятность, что вы разобьете от Левант вот в таком чехле, ну, она куда меньше, нежели когда вот так вот вы храните ароматы, как вот, например, у меня был аромат от Essentials Parfums. Их travel, они сразу в стекле. Haltat Night, вишня. Кто-то называет ее кальянной вишней. Я чувствую здесь действительно красное яблоко в начале, очень сочно. Поэтому вишня не вечерняя и не осенне-зимняя, не для холодного периода, времени года, чтобы согреться, а абсолютно комфортная для носки даже летом. Я ее сейчас активно ношу. И я, собственно, поэтому взяла от Левант вот просто, чтобы выбрызгать летом, потому что мне очень нравится этот аромат. Потрясающе просто. Он также раскрывается на горячей коже. Замечательный дает шлейф. Естественно, комплиментарный. Я собираю на него лайки только так. То есть все-таки вишня в парфюмерии. Не зря же когда-то, да, Его Величество Том Форд сделал акцент именно на этой ноте и посвятил невероятный бестселлер бренда Lost Cherry. Как вот сейчас в тренде, да, фильм Барби и вообще розовые оттенки, и оттенок Фуксия, так и в тот, значит, период, когда вышел Lost Cherry от Том Форд, конечно же, многие бренды стали делать вишню в ароматах. Ну, это понятно, потому что все-таки тренд, он рождает спрос, и не каждый может позволить себе Lost Cherry, поэтому даже бюджетный бренд, бюджетный сегмент и люкс, конечно же, должны иметь вишенку у себя в ароматах. Ну и третий аромат это Montale Intense Cafe. И вот здесь, дорогие друзья, не спешите, не спешите делать так. О, Intense Cafe, Настя, как ты пала в наших глазах, что с тобой? Послушайте, здесь вот есть маленькая история. Я очень люблю аромат Gentle Fluity Gold от Курджана. Вообще, это долгое время было моим, значит, парфюмерным я. В период как раз-таки знакомства с Дир Поли, вот я все время так вот колебалась между двух вот этих вот ароматов прекрасных. Но я знала всегда, что такой более бюджетной версией Gentle Fluity Gold является Intense Cafe. Ну и, собственно, этот аромат легче найти вот в Левантах, на самом деле, 10 литров, нежели Gentle Fluity Gold, правда. Я искала на духе РФ, и, к сожалению, не было Gentle. Я подумала, что, о, мне сейчас чего-то хочется вот такого же, вот как вот, вот такого гурманского, чтобы там было и кофе, и печеньки, и шоколадки, и орешки, и все это очень красиво. В общем, закажу Intense Cafe. Я помню, что раньше он звучал громко, по-монталевски, с вот невероятной какой-то вот этой вот шоколадно-кофейной розой. Хочу вас либо обрадовать, либо разочаровать, расстроить. Аромат переформулировали. Пересобрали. В общем, это какая-то новая история. Почему? И меня лично это обрадовало, потому что теперь Intense Cafe это не аналог Gentle Fluity Gold один в один. Потому что что-то, в общем, случилось здесь в пирамиде, да, в ингредиентах. Теперь на самых первых главных ролях здесь фундук, лесные орехи и шоколад. Это абсолютно какой-то стал другой аромат. Я, в общем, нанесла на кожу, дала потестить свою руку всем знатокам Intense Cafe. И никто его не узнал. Все сказали, слушайте, ну что-то знакомое, но это не манталь. Что-то вообще какая-то уже, какая-то громкость такая, вот мускусность, вот эта вот удушающая плотность куда-то ушла. И я согласна, что аромат звучит иначе. А сначала, правда, когда я его только получила, я думаю, блин, что такое, пахнет какой-то действительно пингольдом с фундуком. Думаю, что это какой-то не Intense Cafe. А потом я бы думала, блин, так это же новая шоколадка у меня в подборках. Это новый шоколадный аромат, о котором даже не могла бы подумать, когда я искала шоколад в парфюмерии. Потому что Intense Cafe для меня никогда не ассоциировался с плиткой шоколада. Он был для меня достаточно плотным, достаточно гурманским, но он был, не слышала я в нем, знаете, ноту шоколада, прям вот в первых нотах. Там были какие-то ягоды, там был кофе, я слышала, знаете, немножко такой, как будто бы, значит, Трезор Леони Уи на максималках. То есть не было такого, знаете, какого-то шарма, какого-то действительно низшего воззвучания. В общем, Монталь меня удивил в приятном смысле слова, потому что все равно Монталь как бы считался раньше нишевой парфюмерией. Но потом, конечно же, они немножко скатились к люксу и в качестве, и вообще в ценном сегменте какой-то период. И вот сейчас Intense Cafe немножко как будто бы, может быть, я не знаю, может быть, правда как-то его пересобрали, переформулировали. И теперь это, в общем, действительно такая заявочка на хороший такой нишевый сегмент, потому что пахнет он действительно достойнее, чем был он раньше. Ну что ж, а теперь к бренду, с которым я хочу вас сегодня познакомить. Давайте же сделаем глоточек вкусного напитка. У меня сегодня это ячменный кофе, по вкусу как цикорий, но называется Мазлка. Ох, эти изысканные напитки. Итак, к бренду. Бренд называется Аномалия. Представлен, как я понимаю, он только в ЦУМе в Москве. Я с ним познакомилась абсолютно случайно. Приехав в Москву, естественно, куда я пошла? Правильно, в Золотое Яблоко. И потестила там все новинки, все какие-то новые поставленные бренды. И тут, значит, я прогуливалась по центру Москвы и смотрю ЦУМ. Я, честно признаюсь, не частый гость ЦУМа. Думаю так, там же я знаю, видел у своих коллег, я называю их коллеги, у других парфюмерных блогеров, что они часто заходят на какие-то там, я не знаю, презентации, в общем, потестить что-то новенькое, какую-то интересную нишу. В общем, зашли мы с моей подругой. Значит, гуляли-гуляли между рядов той нишевой парфюмерии, которая там представлена. И увидели такой, значит, какой-то одинокий корнер рядом с Лартизан Парфюмер, стоял, в общем, одинокий корнер вот этого бренда Аномалии. Я на него, честно говоря, сначала не обратила вообще внимания, там стояла какая-то такая одинокая, красивая девушка, женщина, барышня. И, в общем, мы тут, значит, начали тестить. И, как бы, девушка оказалась такая очень любезная, клиентно-ориентированная, она, в общем, рассказывала нам про все ароматы и даже дала нам, значит, такие некие сэмплы. Честно говоря, в моей практике достаточно редкая история, когда кто-то мне дает какие-то, знаете, сэмплы с собой, несмотря на то, что я ничего не купила, да. То есть, со мной был такой в Николай Парфюмерин, ну, там я сделала покупку, опять же, ну, а здесь в Аномалии просто так за красивые глаза подарили мне аромат, который мне, собственно, и понравился. Ну, что ж, от вот этой вот странной рекламы, которая вообще не реклама, а просто я действительно от всей души просто хочу вас познакомиться с этим брендом, который мне очень понравился, очень меня заинтересовал. Это действительно та самая ниша, которая интересна. Я потестила практически все ароматы, хочу заметить, что, конечно же, невероятной красоты флаконы, я такое очень люблю, они немножко мне напоминают маленькие флакончики Вильгельма Парфюмерии, такие прям вытянутые, с хрусталем, в общем, все в лучших традициях. И что мне еще заверила девушка-консультант, что они, значит, сразу изначально выпустили флаконы, которые перезаполняемые, то есть такие, потом будут они выпускать рефилы. Бренд новый, поэтому пока что рефилов нет, пока только флаконы. Я потестила почти все ароматы, которые были представлены, поэтому начнем с ночного Парижа, аромат называется Narcotic Bohemic. В общем, пирамида ароматов, кардамон, кедр, кофе, табак, ирис, кожа, ветивер, бобы тонка, гвоздика и, собственно, все. Также здесь в буклетике советуют смешивать ароматы между собой. Помните, у Монталь когда-то была такая история, когда они только, собственно, вышли на свет. Нео-гурманника для одержимых жизнью как наркотиком. В общем, я тестила этот аромат, хочу сказать, что он на тему ириса, на тему такого, знаете, пыльного ириса. У многих люксовых брендов есть что-то похожее, но они, конечно, конкретно его здесь нагрузили кардамоном. И в начале вот этот вот пыльный ирис, он прям такой немножко очень сильно специевый. Не знаю, почему они так решили, значит, показать ночной Париж. В общем, они пытались в этом, значит, аромате, значит, воспроизвести шампанское, музыку из соседнего окна, шуршание автомобилей по асфальту, красивые люди вокруг, длинные и короткие разговоры, суета и удовольствие моментов. Куда отправимся дальше? Ночь длина. В общем, ночной Париж с запахом пыльного асфальта, с запахом какого-то такого, действительно, ананаса в шампанском. Очень интересный аромат, но действительно специфический за счет кардамона и гвоздики. Все-таки такие специи, которые действительно создают такую шероховатость, которая, ну, не каждому нравится, и создают такой некий специфизм. Специфизм, есть ли такое слово? Не знаю. Посмотрю в словаре. Но по звучанию мне кажется, что можно найти что-то похожее и в люксе. Например, тот же Dior Home Intense или же, например, Givenchy Absolue, мужской новинкой, которая ирисово-графитовой. То есть он прям грифелем карандаша пахнет. Здесь, конечно же, они немножко намудрили ирис, сделанный такой действительно прям пыльно-грязным. То есть, вот, не знаю, мне так кажется, мне так кажется, вот на мой нос, когда... А, тут же еще и кофе. То есть, представляете, да, кофе вместе с табаком, с ирисом, с гвоздикой, с ветивером, с кожей. Ну, то есть такая-такая гремучая смесь. Не знаю, насколько это ночной Париж. Дальше. Обнаженная кожа. Вот здесь немножко задержусь. Abed, Abed называется. Кокон любви. Мы тестили этот аромат на коже и на блотере на коже моей подруги, у которой горячая кожа, ну, теплая, чуть холоднее, чем моя. Прочитаю пресс релиз аромата. Скомканная и просто не ласкающая кожу. Еще согретую сном, чуть соленую, чуть сладкую, бархатную и атласную. Безупречную. Мускусный и пудровый аромат, безусловно, любви. Медленное пробуждение, погружение в счастье. Пирамида. Минеральный аккорд. Абсолют жасмина. Тубероза. Цветок тиаре. Гардения. Перуанский бальзам мира. Так пахнет совершенство, так пахнет любовь. Аромат пахнет белым шоколадом на коже. Он очень интимный, действительно. Он как будто бы вторая кожа. Он очень телесный. Он действительно пудровый, но пудра сладкая. Вот как будто бы пудра белого шоколада. Моей подруге он очень понравился. Мне он тоже очень понравился. Он действительно бестселлер. Уже у бренда, как мне сказала, консультант, что в основном выбирают его. Он абсолютно универсальный в чем-то. Потому что, мне кажется, почти каждой девушке, женщине, бабушке, кому угодно, в общем, женщине в любом возрасте нравится, когда тебе пахнет ухоженной какой-то сладкой кожей. На смысле, твоей кожей. Она приятный, действительно, очень аромат. Мне кажется, такое действительно может стоить столько, сколько оно стоит. Потому что бренд нишевый, соответственно, ценюют у него нишевый. Я не знаю, я не смотрела его нигде, кроме как в ЦУМе. Может быть, где-то он будет стоить чуть дешевле. Мне кажется, он еще где-то представлен. Мы вышли из ЦУМа, стали сразу гуглить, где еще его можно найти. Аромат действительно заслуживает, собственно, внимания. Так, ну что, к аромату, который у меня есть, я вернусь в самом конце. Едем дальше. Рок Роуз, антихрупкость, парфюмерный антидепрессант. Очень интересный аромат. Он мне понравился, действительно. Он, действительно, в нем чувствуется какое-то некое такое бунтарство. Хотя, хотя аромат, я не могу сказать, что он какой-то прям жесткий и какой-то неординарный по пирамиде. Белые цветы, ладно. Почули, мускус, роза. Все. Тут советуют его, в общем, смешивать также с другими ароматами. Тонкий и теплый аромат перерождения красоты жизни, создан для гидонистов и карьеристов. Красивое воскресное утро и выступаете босиком по теплому деревянному полу, изрезанному косыми лучами солнца. Неспешно пьете кофе, наслаждаясь покоем и красотой момента, понимая сегодня, не нужно бежать. Мир может чуть подождать. Мне понравился этот аромат, потому что я люблю интересное звучание ладана. И здесь он, собственно, в дуэте с белыми цветами, сладкими такими, знаете, как... Недавно я выкладывала у себя в телеграм-канале, когда я была в Черногории. Я там случайным образом обнаружила японское дерево. И оно еще называется сырное дерево, которое пахнет просто один в один, как Киллиан Лавдон Бишай. То есть красивыми такими лимонно-ванильными какими-то леденцами. И вот здесь вот практически такая же история. Представьте, лимонно-ванильные леденцы в перемешку с ладаном, теплым таким ванильным, очень пудровым, с мускусом и с аккуратной розочкой. То есть здесь такая роза, как... Мне кажется, как немножко как в липстик роз от Маля. Такая она помадная, но при этом очень такая жирная, знаете, когда роза не зеленая, не острая, не специевая, а жирная роза. Такая немножко сливочная. Очень интересный аромат. Действительно, он, мне кажется, мог бы быть парфюмерным антидепрессантом. И, собственно, название у него такое интересное. Едем дальше. Действительно, к аромату, который мне очень понравился. Я не знаю, почему, когда на меня смотрела консультант, я не сделала ей подмигивание глазом, что вот этот вот сэмпл я хочу. Ну, излишняя скромность во мне в ненужные моменты просыпается. Когда, казалось бы, можно было сказать, блин, я завтра уезжаю, я хочу познакомиться со всеми ароматами. Чтобы потом рассказать об этом бренде в своем видео на канале. Но нет, я скромна там, где не нужно. Цветочная бомба Жардан Хуманист. Офигенный аромат. Вот просто супер. Я очень полюбила цветочные ароматы. Бело-цветочные истории. И здесь у нас ландыш, бергамот, горденья, тубероза, гиацинт, гелиотроп. Теплый и влажный аромат, наполненный безмятежностью и прикосновением к божественным. Ультра-чувственный взрыв белых цветов после дождя. Действительно, очень классный. На мне аромат раскрылся акацией. Хотя здесь я ее не вижу в пирамиде. Удивительнейший просто красотый аромат. Просто я как будто закрыла глаза и побывала в каком-то, знаете, вот райском цветочном саду. Где-то в каком-то ботаническом. В общем, месте интересном. Аромат раскрывается действительно прям такими сочными взрывами просто акации. Вместе с горденьей это все припудривается красиво. Но без, знаете, без шероховатости. А вот прям такая влажная пудра, как будто она просто от сахара. Такая сахарная пудра. Потрясающий красотый аромат. Цветочный, но при этом сливочный. Белый, но при этом очень желтый. Желто-белый. Хотя цвет жидкости зеленый. Потрясающий аромат. Обязательно, если вы в Москве и собираетесь пройти мимо ЦУМа, вот потестите этот аромат. Если вы любите что-то цветочное, вы бы любитесь, точно говорю. Едем дальше. Акватик. 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 Кажется, это диноза или геноза. Это аромат, который я не тестила. То ли его не было. В общем, это какой-то морской аромат с ромашкой. Жасмином, кедром и пачули. Буклетик. Советую добавить несколько капель Жордон. Туда Жордон Хуманист. И вы окажетесь на райском острове посреди Лазурного океана. Ну, аромат акватический, морской. Скорее всего, наверное, может быть, он и был. Я его не потестила. Наверное, потому что я... После Вуманити от Мюглер я опасаюсь морских ароматов, потому что там меня так спугнуло тогда. Вот эта нота черной икры, что просто с ума сойти. Я вот просто боюсь морских ароматов соленых. Хотя, например, я обожаю минеральность в, например, в Ганимеде или в Буа Империал. Там мне с минеральностью все прекрасно. Так, едем дальше. Вот что меня смутило. Помню, да, аромат с легким таким шлейфом лака для волос вначале. Вы всегда мечтали танцевать, и этот современный театр в вековых стенах сообщает вам, мечта это не более чем цель. Бессмертник, как символ вечности искусства, розы, пачули, туберозы, пудровые кожаные аккорды дарят ощущение безупречной красоты и торжественности момента. Да, действительно, очень современный шипр с легким таким призвуком лака для волос вначале, который может отпугнуть. Он немножко как будто бы звенит вначале. Я в нем услышала немножко Chicago High. Чуть-чуть. Вот где-то немного. Очень отдаленно. Чуть-чуть. Совершенно. Тоже интересный аромат для любителей шипра. Шипра, конечно же, это не такой шипр, как мы любим. Вот многие из вас, я думаю, тоже, как я, любят что-то такое более повинтажное. Я вот обожаю шипры именно такие, которые прям как будто бы гранатовый сок иногда в них слышен. Вот, например, из последних шипров современных в моей коллекции, это, конечно же, Космогонии Прозерпина. Там действительно такой гранатовый вкусный шипр. Еще недавно в Дьюти Фри я, собственно, приложила нос к Ноуин от Эсти Лаудер. Очень мне нравится. Но я поняла, что у меня же есть. Совершенно недавно в коллекции появился у меня Шаде от Лаш. И вот, что мне напоминает этот аромат. Он напоминает мне Ноуин от Эсти Лаудер. Очень такой специевый, приятный, красивый шипр. Такой немножко как будто бы бальзамичный. Вообще потрясающе. Ну что, и заключительный аромат, который, в общем, поверг в шок консультанта на моей коже. В общем, так ей понравилось, что она дала мне, собственно, сэмпл. Потрясающий красотый аромат. Как я уже говорила сегодня про многие ароматы. Действительно, мне просто очень понравился бренд. Это ни в коем случае никакая не реклама. Видели ли вы, сколько у меня подписчиков на канале? Какая реклама? Исключительно мое такое ощущение. Итак, аромат церемонии. Высокая концентрация рок-н-ролла. Ладун, кожа, пачули, бобы тонка, хедр и ананас вместе образуют дымную и упоительную оду в 60-м. Времени свободы, музыки и любви. Ну что ж, вот он наш красавец. Тут, по-моему, 2 мл. Боже мой, ну это красота. Просто. Ну, признаюсь честно, из двух ароматов. Жардан и церемонии, которые были у меня на коже, конечно, церемонии мне понравилось больше всего. Это аромат в моем любимом направлении портретов Леди Маля. Или же всевозможных таких тяжеляков с Уда. Казалось бы, здесь Уда нет. Но такое ощущение, что он где-то рядом проходил. Просто удивительнейшей красоты аромат. Тут потрясающая ананасовая кожа. Конечно же, здесь есть ладан. Но он такой прям вот где-то там вот. Вторая, третья степень родства где-то там. Он действительно очень дымный. Но сладко дымный. Тут такой дым не от костра, а вот как будто бы, знаете, бывает иногда дымный чернослив. Вот как-то вот так вот. Вот со сладостью. Он, кстати, действительно в одном духе с почули 24. От Лилабо, который я случайно чуть не купила тоже на духах. Слушайте, давайте нанесем его на кожу. Я хочу его еще раз послушать с кожи. Очень классный распылитель. Такой мелкодисперсный. Хватит надолго. Какая красота. То есть самых первых нот я слышу здесь кожу. Ммм, как красиво. Кожу. Ананасы такие, знаете, сладкие, которые вот консервированные. Неживой ананас консервированный. Такой ммм. Ой, как красиво, как красиво. И ладан, который вот он прям в бабах тонка, прям там вот утопает просто в этой красоте. Да, аромат под такую байкерскую кожаную куртку. Действительно он очень рок-н-ролльный. Он очень свободный. И он вот тот самый настоящий унисекс, который и на женской, и на мужской коже откроется просто умопомрачительно. Я уже потестила, конечно же. Супер. С мужчиной аромат считывается просто, считывается, раскрывается. Я могу вдыхать его, сидеть в яичность, потому что вот аромат, которым он просто не прикопаешься. Его даже не хочется разбирать особо на ноты. У меня с ним случился такой же мэтш, как когда-то у меня случился с портретом of a lady. Портретом of a lady. С портретом маля. Красиво, очень красиво. Я такое очень люблю. И он, несмотря на, казалось бы, достаточно такие характерные ноты в пирамиде, он такой достаточно умиротворяющий, знаете. Возможно, потому что здесь есть пачули с ладаном, да. И они как-то вот это все устилают немножко в такое умиротворение. Но очень красивый аромат. Чувствуется, что, конечно же, используются здесь качественные какие-то ингредиенты, качественное сырье. Я вижу на картинке, что кажется, у них еще есть диффузоры и свечи. Ну, я думаю, сейчас какой бренд мне идет в диффузоры и в свечи парфюмерные, я имею в виду. Ну, вот как-то так, дорогие друзья. Вот такое вот удивительнейшее у нас знакомство произошло. Кстати, на вот этом вот, в общем, картонном конвертике написано, что это все-таки made in France. Так что, возможно, все-таки аномалия. Аномалия, а не аномалия бренд. В общем, будем изучать дальше, будем интересоваться. Надеюсь, это видео было для вас таким же атмосферным, как и для меня. Такие некие действительно парфюмерные посиделки. Поговорили с вами о новом бренде. Если вы с ним знакомы, тоже успели уже заглянуть в ЦУМ, конечно же, давайте поболтаем в комментариях. Может быть, кто-то из вас после этого видео пойдет в ЦУМ. Буду очень рада обратной связи. В общем, спасибо большое за эти потрясающие мгновения вместе. Надеюсь, что ваше настроение чуть-чуть поднялось, или вы хотя бы отвлеклись от какой-то вашей суеты и от каких-то тревожных мыслей. В общем, поднимем же бокал чего-то вкусного за эту прекрасную встречу. И до новых встреч на канале Амтрисо. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...